добрый день уважаемые трейдеры сегодня у нас 30 апреля четверг представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс так сегодня последний день месяца а также день работников гидро метеорологической службы россии чем я их поздравляю эти работники такие же как и аналитики угадывают погоду редко вот но мы на них надеемся так сегодня сегодня у нас пару статей до вчера у нас была очередная приз-конференция фрс где говорилось на самом деле что все плохо все падает слабый спрос низкие цены на нефть там и так далее в общем ничего хорошего для доллара не сказали подробности вы можете узнать с моей статьи о чем говорили на заседании фрс так ну и вторая идея торговая по евро которую мы сегодня как раз и разберем на нашем обзоре итак первый инструмент золото я вчера дал рекомендацию на рост золота и золото выросло как-то не странно но она выросла на на фары на фрс вчера вечером уже когда у нас прошли не ставка в 21 на 21 30 шла пресс-конференция я уделял внимание на всех фомках о том что нужно торговать именно при суху а не ставку снижать там уже толком некуда им ставочку поэтому было интересно что не расскажут но естественно импульс наверх по всем инструмент он прошел вот имеется ввиду это слабость американского доллара и еврик и фунт и золото на этом выросли вот но нам главное что что обновили площадочку по первой цели которую мы говорили и есть шанс на продолжение роста хотя перспективы туманны потому что в принципе этот импульс очень слабенький какой-то получился и даже вчера по дню не закрепились за пробитым экстремумом пытаются это сделать сегодня на европе но очень и очень вяло поэтому кто зацепился в ланге вчера рекомендую ну и скинул часть прибыли как это правильно делать по первой цели держите по следующем 1738 и 1747 фактически 1750 нормальные цели удержать но сейчас заходить в принципе неправильно почему потому что очень дорогие дорогие стопы получаются вот и ситуация нерентабельно сейчас покупать золото здесь в принципе на таких высоких хаях работать на добой опасно потому что может развернуться в любой момент что рынок очень сильно перекуплен ну грубо говоря какие-то крупные игроки просто начнут фиксировать позиции рынок обвалится и все и не обязательно это будет какие-то перехаи они могут выйти из рынка эти крупники просто так что не захотелось пример или конец месяца подбивать свою отчетность так по евро евро сегодня я давал торговую идею на рост по очень интересному круглому уровню давайте глянем 109 интересный круглый уровень поставьте индикатор круглых уровней себе на терминал будьте гораздо лучше видеть что происходит на популярных валютах исключение могут составлять только доллар канадец и доллар иена фьючерсы на которые перевернуты не совпадают с со спотовыми кругляками я жду продолжение роста на 109 сегодня уже пробили вот эту площадку по вчерашнему и позавчерашнему дню давайте посмотрим вот вот он этот пробойчик уже состоялся вторая цель вот первая вторая это 109 вот я жду когда его вынесут как раз по вот этому экстрем будет такая большая свеча на чем это может произойти это может произойти сегодня на пресс-конференции и cb которая пройдет 16 30 после ставки 14 45 показывать календарь не буду вы все прекрасно знаете где это можно найти бывает в 14 45 импульс и ставку стоп 100 процентов никто не меняет уже давно но интересно сама пресс-конференция то есть что они будут говорить и кстати в это время еще новости по доллару дальше фунт фунт у нас бычит также сделал очень интересную площадочку по вчерашнему и позавчерашнему дню я считаю что круглый уровень 25 сегодня полетит к чертям его вынесут потому что прям давление оказывается фунт будет расти дальше вот лезть в него не рекомендую на дневочках на дневочках здесь у нас позавчера пин-бар вниз вчера поглощение вверх стопы размазаны ну такой промежуточный уровень ну может быть но опять же это чуть выше 20 25 25 200 вот вот эта зона кто зацепился сюда можем влететь вот ну это максимум нужно пунктов 50 на 50 не рентабельно что стопы здесь придется вам ставить под соточку это конечно жесть дальше австралийская группа пока стоит на хаях кто набрал сетку держите будет расти дальше еще продавайте сеткой кто не начал пытайтесь это делать вот только рассчитывайте объем так ну пунктов на 100 200 против себя в любом случае на закладывать рентабельность примерно один к одному так канадец и иена опять рассматривая их вместе поставлю дневки что примечательно иена доползла до своего минимума апрельского и я думаю что будет пробой лезть естественно сюда не стоит почему потому что опять же не рентабельность вы сейчас здесь продадите стопится вам придется за вчерашний мощный день шартовый который был связан отчасти слабостью американского доллара на фрс а профит здесь будет небольшое то есть опять же как как можно это отработать если к примеру сегодня доллар канадец откатит хотя бы под какой ближайший зеркальный уровень и вы его можете продать на пробой вот этой площадке стоп вас будет за импульс тогда у вас будет один к одному то есть вы будете рисковать к примеру там 600 долларами заберете там тысячу нормально так по доллары это доллар канадец доллар иена на дневках все пробило болтается внизу в принципе не интересно сегодня был вопрос на youtube канале про иену и его не помню поэтому мы его отложим нефть не трогаю растет пусть растет доллар рубль кстати доллар рубль пробивает площадочку свою коррекционную класс но опять же это не заслуга рубля понятно что там наши сейчас набиуллин пытается как минимум на словах и на ставке тоже укрепить рубль но доллар рубль падать не не из-за попыток российских политиков что-то хорошее сделать для страны а просто потому что доллар везде падает американцы напечатали баксов их стало много давайте перейдем теперь к вопросам на youtube канале вчера было очень много первый вопрос будут ли разборы недель и вебинары дмитрий лукин по-моему я вас знаю это хорошая практика у меня предыдущей компании были разборы вебинары но инстафорекс пока молчит по поводу моих предложений расширить моим медийное присутствие в этой компании спасибо спасибо руслан привет андрей по ене цель теперь 108 да давайте посмотрим человек спрашивает про уровень 108 типа вот эта площадка осталась по 108 не было снята я согласен с ним и мы можем сюда прийти и он спрашивает инициативу ждем почему нет если будет инициатива допустим хороший бычий бар сад катика взять трешечку в эту цель почему бы не нормально но нужно инициативу что я хочу смотрите рынок падает очень вяленько много дней как минимум там раз два три 4 5 6 там больше торговой недели если будет поглощение мощная это огонь будет говорить о том что зашли закрылся какой-то продавец не это не обязательно куда купил закрылся продавец вот и от этого закрытия могут пойти уже волна логичных покупок но что есть на что опереться но если он будет подваливать или там кидать какие-то мелкие пинчики лучше сюда не лезть в шартовой тенденции нужны прям какие-то кардинальные изменения для того чтобы ланговать например увидите все падала 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 потом пошло ускорение ведь прям большие свечи вот большие свечи они говорят о том что движение уже выдыхается вы смотрите рост 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 вам да бах такие большие свечи это горит о кульминации уже возможно но не стопроцентном начале разворота вот но с другой стороны предпосыл уже не предпосылкой а сигнала может могут служить вот такие мощнейшие поглощение от которых можно брать трешечки посмотрите мощнейший импульс откат даже ниже 50 процентов пошла третья волна там гигантская вот такое ждите и все будет нормально так надеюсь ответил данный вопрос владимир спрашивает на ком терминале удобнее работать по моему торговому методу валютами и акциями с валютами акции или для инвестиционных идей использовать один вариант а для трейдинга другой ну такой конечно большой вопрос постараюсь быстро ответить на него значит терминал я использую только мт4 и и все больше ничего не в квике нигде больше не торгую мне мт4 нравится удобный понятный больше чем не нужно с телефона удобно торговать акциями в рамках нашего торгового метода а кто первый раз включил видео тот должен знать что наш торговый метод это price action и охота за стопами по большому счету мы охотники мы охотимся за деньгами обычных трейдеров в том числе и банковских которые всаживают на самом деле мама не горюй вот и мы работаем в ту сторону где считаем что у них стоят стоп лоссы и метод хорошо работает на основных валютах на мажорах таких как там евро доллар фунт доллар на товаре на золоте вот ну и периодически я даю рекомендации по там по иене по доллар иене по доллар канадцы но редко в основном три инструмента все остальное множество инструментов на форекс я не использую в рамках охоты почему потому что на них мой метод работает хуже и это легко проверить тестере который я всем бесплатно раскидываю если вы оставить свою почту с акциями там совсем другая история акции и индексы это это трендовая тема то есть посмотрите там тот же s&p например ли какие-нибудь акции мощные они могут расти там годами десятилетиями вообще без откатов понимаете а рынок форекс он шумный волатильный и тренды здесь они ну скажем так они не в почете если на фондовой стороне тренд это это трендовый рынок да то есть акции выпустила компания выпустила акции и там они растут обороты заказы контракты и все только покупают покупают то на валютном рынке это рынок спекулянтов хеджеров то есть это все торговля скажем так долгосрочно не одна направлена и поэтому здесь в этой мутной воде можно заработать по вот этим площадке метод хорошо работать именно на самых популярных инструментах где больше всего народа который больше всего ошибается но трендовые рынки лучше отсюда убрать и не использовать вот поэтому я свой метод не рекомендую пользовать на акциях и индекс так для инвестиционных идей один вариант для для трейдинга другой ну смотрите к примеру если вы хотите там надолго что-то прикупить и надолго подержать вы должны понимать что это может очень дорого стоит по свопам перед тем как это сделать просто откройте ну не знаю на демке есть свопы или нет на демке и подержите там этот актив пару недель посмотрите что накапает прикиньте потом что будет на реальном счете у вас попробуйте использовать там с счета без свопов и вот на инсте они есть я на самом деле нам против он инвестиционной такой торговли дал там что-то вот купить и держать знаете сколько таких держателей было уже покупали держали по по два года потом все обвалилась и все и себе без штанов я за такую среднесрочную торговлю забрали деньги потратили хорошо так и еще сергей спрашивает не понимаю почему так мало людей вас смотрит простой понятный подход без всяких у сказочников десятки тысяч просмотров может и к лучшему ну друзья мои во первых я всегда говорил буду говорить что форекс профессиональный не для всех этот территория профессионалов в эту территорию попадают только выжившие после там минимум нескольких лет интро д а таких выживших очень мало поэтому все кто перешагнул там 35 лет торговли интро д те в принципе могут меня смотреть да и понимать чем я говорю они пережили индикатор они пережили там всякие сигналы там форумы и так далее всякие изобретения новых стратегий вот и с ними можно работать когда я занимался профессиональным обучением вот в разных компаниях я занимался всегда исключительно с подготовленными трейдерами почему потому что мой торговый метод основан на том что мы должны думать против тех кто думает стандартно а чтобы так так делать нужно чтобы человек понимал как мыслить стандартный трейдер чтобы против него потом работать ну как минимум у человека должна быть подготовка в этом плане и какие-то пройденные психологические удары судьбы до виде каких-то сливов там поражений и выхода из них и возврат в рынок для этого нужно время вот поэтому я с начинающими вообще не работаю потому что считаю что они просто не готовы и сейчас вот в новой в новых условиях ко мне обращаются много там разных предпринимателей которые хотят уйти в мир электронной торговли я всех отговариваю от торговли не занимайтесь этим это опасно если вы пришли из реального сектора потому что люди из реального сектора они приходят с другой психологии они что думают надо навалить денег да и все из и залить все деньгами и все пойдет все там расторгуется но фунту все равно заливайте вы его деньгами или нет он может расти и падать месяцами и ему все равно сколько вы денег него залить поэтому здесь должен нужно другое мышление абсолютно и чтобы оно появилось нужно время вот и огромное желание и любовь к этому делу которое надеюсь у вас есть так принципе на этом у меня все спасибо за внимание контролируйте риски берегите себя и до встречи на утреннем обзоре всем пока